Сегодня у нас тема, как мы помним, три границы, которые я люблю для освобождения вашего времени на продвижение себя. Итак, давайте с ними начнем. Важно понимать, что когда вы работаете с клиентами, особенно если вы начинаете, или если вы человек, который действительно душой, что называется, заботится о своих клиентах, о потенциальных клиентах, о людях, вы любите, вы кормилец, или еще какой-то доброжелательный, очень заботливый архетип, то вполне возможно у вас будет ощущение того, что вам нужно работать с клиентами 24 часа в сутки. То есть как вам прислал клиент какую-то информацию, какой-то запрос, нужно бежать и сразу же отвечать. У меня такое было, хотя в принципе и кормилица нету как такового, но тем не менее было ощущение того, что мне нужно срочно ответить на то, что мне написал потенциальный клиент или платящий клиент. И в результате постоянный стресс, постоянно смотришь, кто-то прислал что-то, что-то нужно ответить, и постоянно находишься, что называется, на стрёме, постоянно во внимании таком. Если у кого-то такое, что вот вы как получили, у вас сразу вот внутренняя потребность, желание, ощущение вины, что нужно вот все-таки ответить, ну как же так, да? То есть вот, что меня же спросил, значит нужна помощь, значит нужно что-то сделать, нужно как-то помочь, как-то ответить. Да, я вижу, пошли, пошли. О, Лидия пишет, бегу-бегу, да, бегу-бегу, скорее-скорее, да, помогать. В результате вся наша работа оставлена, все, чем мы занимались оставлено, и мы постоянно как бы находимся вот в этой стрессе. И это то, что не дает нам, во-первых, расслабиться, во-вторых, подумать, а чем, как я вообще могу помогать другим людям. Не дает возможность простроить свою практику, свое дело, свой бизнес, да? То есть это отнимает громадное количество ресурсов. То есть смотрите, что тут важно сделать, особенно если у вас один-два человека, может быть это еще не так актуально. Но когда у вас начинает появляться большее количество людей, которые шлют вам запросы, шлют вам вопросы, интересуются вашими услугами, спрашивают совета, да, какие-то еще другие вещи пишут вам, или ваши клиенты там постоянно пишут, спрашивают какие-то вопросы, то в конце концов это начинает действительно напрягать, и ваше время и усилия уходят не туда, куда нужно. Совет номер один, который вот моя рекомендация, да, есть ли у вас четкое определение, когда я для вас доступна. То есть вам нужно создать четкое определение того времени, когда вы доступны для клиентов. У нас, например, есть как бы правило такое, что суббота, воскресенье у нас выходные мы на письма, звонки обычно не отвечаем, да? То есть вот в рабочие дни с 10 утра там до 6 вечера у нас есть менеджеры, которые могут связаться, которые ответят на вопрос по рабочим дням. Выходные дни мы не работаем. Точно так же у меня есть, допустим, взаимоотношения с моими индивидуальными клиентами, где мы говорим, вот в такое-то время я могу ответить, вот в то время не ждите от меня ответа. И это очень-очень важно, потому что, во-первых, это дает вам возможность сфокусироваться, да? То есть у вас есть четко выделенное время, когда вы просматриваете все запросы ваших потенциальных клиентов или настоящих клиентов, и вы сфокусированы на этом, ничто другое вас не отвлекает. То есть в результате вы намного продуктивнее, вы не переключаетесь постоянно с одного на другое, и меньше чувства вины, да, что я что-то другое должна делать в это время, а я тут сижу и вот что-то читаю, пишу. Вот, то есть что же делать, если клиент, допустим, вам или как бы вот особенно платищий, да, там-то особенно может быть такое, написал вне времени, да? Во-первых, вам важно дать знать потенциальному клиенту или уже платищему клиенту, когда вы доступны, то есть написать ему вот в такое-то время я доступна для ответа, в другое время я недоступна, да, чтобы не было того, что клиент написал, ожидает от вас моментальной реакции в результате недовольства, расстройства и обвинения. Нам это тоже не надо, да, поэтому нам нужно четко определить это время. Также что делать, и вы пишете также ему о том, что он является приоритетом, как только ваше время наступит для работы вот с его запросом, то его запрос будет в первую очередь удовлетворен, да, то есть это дает клиенту такое ощущение как бы, ну, выдоха, да, что ему, ага, значит, мной первым займутся все хорошо, все в надежных руках. Если же, допустим, клиент вам все равно отправляет в неправильное время, допустим, вы, как и я, в субботу-воскресенье не работаете, в пятницу вечером вам присылается какое-то письмо, и у вас есть две ситуации, или вы нарушаете свою границу, и, а, ладно, я ему отвечу, и что мы этим говорим? Мы говорим, что можно мне слать письма в это время, да, я все равно отвечу, даже если я вам сказала, что я в это время не работаю. То есть мы позволили клиенту нарушать наши границы. Или же мы можем написать ему таким образом. Я хочу быть уверена, что вы знаете, что в это время я не отвечаю на вопросы. Когда придет вот это время, допустим, в понедельник с 10 утра, допустим, я отвечу вам на это письмо. Пожалуйста, не ожидайте, что в субботу, в пятницу, в субботу, в воскресенье я буду отвечать на ваши письма, да. Таким образом, клиент оповещен, что все в порядке, мы получили, но ему придется ждать до понедельника, допустим, чтобы получить ответ. И это очень важная вещь установки границ. Вот на самом деле на программе, как продавать дорого, мы будем довольно такое определенное время работать над границами через сакральные денежные архетипы. Потому что, как вы видите, когда у нас границы не установлены четко, у нас получается хаос, да, у нас получается хаос. Мы постоянно переключаться должны, у нас вот это чувство вины, чувство стыда появляется, да, потому что, как бы, они не установлены. Конфликты часто возникают, потому что клиенты ожидают одно, а мы хотим что-то другое, да. И вот нам важно эти границы установить, потому что туда уходит много времени и много денег.